Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Еще раз хочу напомнить начинающим садоводам-огородникам, какие условия нужны для получения раннего урожая. Потому что всех интересует вопрос, ну как получить ранний урожай? Я скажу вот про свой опыт. Получить ранний урожай очень просто, ничего сложного в этом нет. Нужно только соблюдать некоторые условия. Для выращивания рассады в ранние сроки обязательно нужна подсветка. Это непременное условие. Для высадки рассады, когда ей исполнится 60-70 дней, обязательно вы должны подготовить условия. Потому что если вы посеете рано, но у вас нет ни теплицы, никаких укрытий, ясно, что высадить вам ее будет некуда, она перерастет и качество ее снизится. Но можно вырастить рассаду и держать ее до более взрослого периода. Даже если нет у вас, например, теплицы, но для этого дома надо еще дополнительные условия ей. То есть ее пересаживать надо в более просторные емкости, потому что в стаканчиках или в лотках ей уже будет тесно. Кто хочет, например, несколько экземпляров всего вырастить, но у него нет теплицы, некоторые даже в 5-литровые баклуши из-под масла, из-под воды минеральной садят. Тогда можно и без теплицы получить ранний урожай. Просто у вас будет более взрослая рассада на окне или на стеллаже. Ну, конечно, много в таком виде рассада не вырастешь, но хотя бы 3-4 кустика можно посеять рано и потом пересадить, распикировать сначала в стаканчик, потом в большую баклушу и так везти, везти ее и высадить уже там в цветущем, ну, во взрослом виде, в открытый грунт. Но все-таки большинство людей, конечно, получают ранний урожай именно те, которые имеют теплицу. Вот у меня, видите, стоят с тройными рядами те самые вот эти крошечки, которые будут давать мне самый первый ранний урожай. Это сорт Настенька Эдемидов. Еще одно условие для получения качественной рассады, вот лично у меня, я выбираю всегда для первых посевов только детерминатные, вот такие низкорослые сорта, которые не вытягиваются в рассаде. Я уже сегодня показывала, что простые сорта, вот что с ними бывает, они, видите, они уже вытянутые и тонкие, а эти стоят как солдаты. Вот в моем случае для получения раннего урожая очень важен еще выбор сорта. Вот эти условия такие, которые могут выполнить, мне кажется, все, кто захочет. Пожалуйста, сделайте стеллаж с подсветкой, установите какую-то теплицу, или там какие-то временные укрытия потом соорудите, посеете рано. Ну и, конечно, нужно холить или леять первые всходы, потому что им всего сложнее, им не хватает света, им не хватает всего. Я вот вчера полила, сегодня вот так прорыхлила. Нужно, чтобы и кислорода у них было достаточно, и влажности, и тепла, и света. Первые вот эти сеянцы, они самые проблемные, за ними больше всего нужен уход, потому что потом, которые позже мы высаживаем, там уже и солнышко, и тепло, а вот за этими, конечно, я буду ухаживать. Поливать их нельзя не переливать, не пересушивать. Короче, за ними нужен уход, как за детьми. Если вы их будете хорошо за ними ухаживать, и вы без труда получите ранний урожай, но ранний в каждом регионе свой, у кого-то ранний, например, и в июне, как у нас, а для кого-то это смех, кто-то уже в мае, в апреле высаживает. Сейте в соответствии со своим регионом, потому что у каждого региона есть свои сроки. Вот для меня, для нас именно, я сею в конце января, в начале февраля, и если у нас поспеют в конце июня или начале июля, для нас это ранний урожай. До свидания! Всем начинающим желаю попробовать, и чтобы не только попробовать, но и получить ранний урожай, вкусный, ароматный, свой, со своих любимых, вот с этих крошечек. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok